приветствую всех настоящих ценителей бокса эта рубрика портрет бойца и сегодня мы разберем восходящую звезду супер среднего веса кристиана мили сегодня ночью в канаде крестьян убили побил сергея деревяченко он стал известен теперь широкой публике народ я не хочу разбирать бой деревяченко мобили я считаю это бессмысленным на мой взгляд такой ну анализ боя девяченко мобили он просто но не несет в себе никакой ценности просто есть боксера ветеран это деревяченко есть боксер крепкий молодой с большой мотивации это крестьян мили так было всегда что молодые бьют ветеранов ветераны уходят просто что называется дорога молодым но в сегодняшнем видео мы проанализируем крестьянам били его технику копнем реально глубоко потому что мили у него все победы он на кутер он внешний атлет посмотрите какой накачанный то есть у него вроде все есть но каковы шансы стать чемпионом так мили себя покажет против других топов во всем этом будем сейчас разбираться особенно в технике бокса крестьянам били и я это видео постараюсь записать таким образом нашу рубрика портрет бойца чтобы она была актуальна не только сейчас в двадцать четвертом году но чтобы вы могли с удовольствием посмотреть его и через годы и так начинаем со статистики били ему 29 лет у него 28 боев 28 побед и 23 нокаута также рост вес вес понятно 76 200 это там где бьется канела и очень важно рост кстати как и канела крестьян били он тоже существенно ниже ну своих соперников то есть у него рост метра семьдесят четыре у канела якобы вообще метра семьдесят три это важно да то есть это напрямую влияет то что в будущем да и в нынешнем и в прошлом соперники им били они часто повыше него и более длинно руки теперь перед тем как мы погрузимся в технику есть две истории первая она забавная про колдуна дело в том что он били он же с камеруна с африки он возрасте 11 лет приехал во францию семьей он там получил французское гражданство сейчас били насколько я понимаю официальных данных нету но чисто физически он тренируется в канаде но стало быть и живет наверное в канаде тоже так вот у себя в африке подошел к молодому даже ребенку камбили подошел колдун сейчас у нас эксперт будет по боксу один момент специалист по кондициям опытный очень старший сотрудник лаборатории бокса ему уже знаете сколько там уже 15 лет да вот такой вот мудрый эксперт сейчас возможно будет скрестить откроем дверь ну так вот подошел колдун к крестьянам били взял его на руки и сказал что это будущее известный спортсмен и можно верить в колдовство не верить но я например не верю я это воспринимаю как психологический феномен самосбывающееся пророчество но реально колдун сказал что это будет известный спортсмен и до крестьян били уже в данный момент является известным спортсменом второй момент то что крестьян били является поклонником железного майка тайсона и техники майка тайсона и соответственно майку тайсона подражать в ринге теперь как мбили боксирует я как бы не хочу знаете такого скучного как бы официоза их именно суть хочу передать в чем фишка во-первых он мускулистый очень и есть такое в боксе поверье что типа мышцы они мешают что мышцы они отжирают кислород я знаете с чем согласен мышцы сто процентов мешают технике я не знаю как это работает но просто нету боксеров с большими мышцами кто по-настоящему техничный вот чисто случайно транс-кроуфорд и майвезер что-то я у них каких-то огромных мышц не наблюдаю а ну люди такие как подкачаны у них техника обычно попроще с этим я согласен это сто процентов так но с чем я не согласен с тем что мышцы отъедают кислород это смотря какие мышцы какие мышечные волокна как спортсмен их тренировал потому что у мбили его бокс во многом строится на физике то есть это просто кардиомашина то есть дал мышечный но у него никакой кислород мышцы не отъедают то есть у него там полный порядок и он выбрасывает просто огромный тоннаж это как бы его первый секрет успеха второе то что мбили подражает майку тайсон да он группируется у него бывает такая стойка где-то полуфронтальная он поднимает руки высоко он идет вперед подсаживается и он бьет очень много криков то есть во первых это боковые удары что важно мбили боковой бьет не просто рукой а он пытается проворачивать плечи в боковых ударах то есть тем самым он больше как бы вказывает массу также удары снизу не просто ручкой а он именно как поясницы ногами привстает чтобы туда массу бить и вот ну основа как бы это очень большой тоннаж то что мбили пошел вперед но получается не получается он защитился от ударов на себя там принял удар но он подошел и он как молотилку удары 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 достаточно сильные и очень большое количество кстати по официальной статистике статистике компюбокса он там тоже рекорды ставят по количеству еще отдельно я хочу отметить у мбили это удары по корпусу то есть фишка какая ударов по корпусу что если у тебя такая манера как у бульдозера что ты подошел и пытаешься перемолоть то технический боксер он может избежать ударов голову и вот эти вот боковые в которые ты вкладываешься он раз отклонился раз поднырнул и ты будешь промахиваться и он будет защищаться и наказывать тебя после этого это будет плохо для тебя поэтому мбили у него большой процент ударов это удары в корпус причем он в корпус часто бьет целой серии особенно у него и связка правый левый два крюка обратно двойка и вот это как бы очень здорово то есть он начиная с корпуса два удара в корпус переводит на голову и тогда у него все получается то есть фишка ударов корпус что от них нельзя их как бы нельзя пропуск пропустить мимо себя то есть и по голове ты защиту защитился он мимо прошел наказал то по корпусу ты на локоточке но ты примешь в любом случае а на самом деле там она часть на локоточке а часть на ребра часть реально там и до пищи дойдет и до сплетений и до серденки и все это постепенно копится и тебя разрушает тоннаж накапливается таким образом ну сама как бы суть мбили в чем его сильная сторона это мы уже поняли то что боксирует в таком стиле бульдозеров хорошие смысле слова атакует вперед пошел огромная работоспособность мощный двигатель удары 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 большой тоннаж и разрушают ударами по корпусу от который в любом случае как вон ну доносит и короче это накапливается и таким образом он побеждает теперь убили есть серьезные минусы я бы их выделил два первый минус это фундаментальный вот это вот как бы фишка то что сгруппировался то что ты пошел вперед бьешь крюки понимаете это майк тайсон был это майк тайсон во первых он был не только крюки у майка тайса было очень много прямых во вторых у него было много тонких настроек он прятал удары то есть он бил часто сдвоенные удары неестественные например там правый правый когда это антиприродно да то есть очень тренера ему дали мега технику и он гораздо попроще и вот такая вот манера к ты вперед идешь и у тебя особенно много крюков то боксер ну короче дистанцировщик скоординированный майвезероподобный боксер американской школы бокса он тебя как бы по очкам в любом случае перебоксирует потому что у тебя твои крюки они идут по широким дугам а соответственно дистанцировщик он тебе в узком коридоре прямые вбрасывают и уходит то есть прямой удар он короткий и то есть короче то есть мили по очкам он будет проигрывать то же самое например кто-то боксирует с поднятыми руками вот били а кто-то боксирует с опущенными руками вон олимпиаду посмотрите на дистанции у кого руки подняты это мешает баланс тела выше дата защищен соответственно кутору и так быстро он еще и руки опустил он как бы еще ловче и становится от этого и понятно он расстреляет издалека и по очкам выиграет то есть основной минус крестьян били это как бы но он заложен уже в его манере то что со своими боковыми ударами и собран такой бокс по очкам с координированным ловким техничным боксером он будет проигрывать второй минус это уже индивидуальная особенность крестьянам били он достаточно широко держит локти то есть вообще по классике бокса вот это вот глухая защита должны быть предплечье параллельно друг другу то есть вот я вот сейчас стал например у меня уже есть брешь вот здесь вот она да то есть сомкнул как бы брешь и нету и вот умбили у него не просто не идеально сомкнута он возможно потому что он накачанный ты когда накачан это у тебя уже мышцы они как мешают тебе как бы как ну сжать тело объемы слишком большие на у него короче реально есть вот брешь и это брешь это и для ударов по корпусу и самое главное что это брешь она же и для удара в голову каких от прямых ты защищен защищен прямых да от боковых тоже защищен а удар снизу он как раз вот снизу он и может пройти между этих рук как бы разведенных локтей это очень опасно на самом деле это вот такая вещь ну довольно фундаментальная уязвимость умбили давайте теперь подведем некоторый итог может ли крестьян били стать чемпионом да может однозначно я кстати еще не про все качества его рассказал есть у меня такая информация что крестьян били является просто невероятным пахарем понятно что кто профессионально занимается они пашут все ну кто не пашут просто проигрывает даже если есть талант начинают быстро проигрывать но били он не просто пахаря он вообще вот сверх как бы то есть он там пашит пошит 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 невероятно то есть он просто все вообще отдает как бокс этого у неё такая особенность повышенная выносливость и да есть минусы то что ну во-первых минус это чистый его сам бок с этими крюками то что он по очкам будет проигрывать с координированным ловким дистанционщиком и второе то что вот ну локти в сторону как бы разводит но вместе с тем у него есть его вот ну бокс то что поджал у канатов избил с корпус начал на голову перевел и да это все работает и на мой взгляд я считаю что мили ему абсолютно по силам стать чемпионом мира то есть я не вижу у него легкого пути вот это такой тип боксера есть как бы талант он биновидос условно говоря этот талант а есть пахарь вот милии я не вижу какого-то сверхталантно понятно что талант есть у всех что там руки короткие типа ты жестче там медленный ты там выносливый ну то есть у каждого свое естественно у него есть талант нам накачанный выносливый такой атлетичный но в целом это боксер как бы не талантливый а это боксеры у него нету какой-то координации там очень хорошей. То есть это боксер такой именно пахарь. И вот своим как бы вот этой пахотой, я считаю, да, что он способен стать чемпионом мира. Теперь, что бы Кристиану в Мильне следовало делать? Понятно, мы не его тренера, они там сами без нас разберутся. Но вот я это как вижу, что ему для того, чтобы быть чемпионом, ему нужно все время придерживаться алгоритма. Вот у него этот, то он и есть алгоритм, его видно во многих боях. Вот Деревянчик, например, он алгоритм часто отступал. Это что значит? Вот Деревянченко, при всем уважении, ему уже 38 лет. Он не бьющий. И Билли пытался с ним боксировать на дистанции, бил по голове его своими этими боковыми, там разок промахнулся. Пролетел, Деревянченко ему добавил, Билли потерялся на какое-то время. Ну, он молодой, потом быстро пришел в себя, завладел инициативой. Но, как бы, сама суть это попытка с дистанционщиком боксировать. Для Билли это категорически противопоказано. То есть, это был Сергей Деревянченко, а если на его месте будет какой-нибудь там Карлос Адамос или Крис Юбанг, то это может закончиться очень плохо. То есть, это не то, что охотятся за головой с расстояния со своими боковыми. Это не то, чем следует заниматься в автомобиле. Как бы, его бокс, это по алгоритму. Какой алгоритм? Собранный, идет вперед. Поджимает канатом соперника. К нему прилипает, как ближний бой, там. Ну, лучше, если канатом, если канатом не получилось, ну, просто, короче, обошел в свою дистанцию. Начинает с корпуса, то есть, тяжелые удары по корпусу. По корпусу удара, ну, дотягивается до корпуса. Следующий этап, переводит на голову. Это вот первое. Второе. Курты, дистанционщики, они будут, в отличие от Сергея Деревяченко, они же еще и более высокие многие, они будут очень хорошо сбегать. То есть, Билли на них идет, а они-то как бы выше, и они как торпеду сюда бросают и уходят. То есть, нужно тренироваться, людей, ну, отсекать, теснить. И именно, есть фаза, когда, ну, ты далеко, махать своими этими боковыми, их там зачерпнуть, это вообще, только на все еще получишь. То есть, не то, как бы, да, но фишка, что есть короткие моменты, когда ты их как-то поджал, и вот они там где-то растеряются у канатов, тут надо именно выжать максимум, там, миллион ударов по корпусу ударить, перевести на голову, тренировать, что тебя будут хватать, или выскальзывать из них, или как-то, как Канело, например, вот Канело, он локтем отжимает, то есть, от себя их как бы отталкивать, отжимать, через шею и бить. Ну, короче, просто свои фазы боя, вот эти вот молотилы, вот такое избиение, просто из них как бы выжимать максимум, даже где-то быть роботизированным, чтобы не нужно было думать, а чтобы именно, короче, как робот, то есть, просто вот делает свое, у него есть алгоритмы некоторые, и вот он долбит, короче, долбит по корпусу, по корпусу, получается, достает, переводит на голову, поджимает канатом, у канатов его там пытаются заклинчевать, или выныривает, атакует, или отжимает от себя рукой, отталкивает, атакует, и, короче, действие такая, работа по алгоритмам, ну, вот этот план, мне кажется, что он в мире добавил бы эффективности, вот у меня такие мысли, боксер интересный, будем за ним наблюдать, и посмотрим, станет он чемпионом или нет, я думаю, что шансы, во всяком случае, у него есть, также Winline всем новым игрокам дает бонус, ну, во всяком случае, в 2024 году, если вы смотрите видео в 2024 году, то ссылку я оставлю в первом закрепленном комментарии прямо под этим видео, всем добра, до новых встреч, тушу камеру,